Княгиня Людмила, колыбель чешской святости. Передвижная документальная выставка с таким названием, посвященная Первой славянской святой, экспонируется в Москве на базе Центра славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. Тему продолжит Эльвира Гордеева. Во временной экспозиции в холле библиотеки иностранной литературы плакаты, наглядно рассказывающие о жизни и мученической кончины святой княгини Людмилы Чешской, о ее неоценимой роли в деле христианизации Чехии и почитаний в последующие столетия. Выставка приурочена ко Дню памяти Первой славянской святой, перенесению ее мощей, которые торжественно празднуются в ноябре Православной Церковью Чешских земель и Словакии. Мы очень давно сотрудничаем с библиотекой иностранной литературы. В прошлом году у нас вполне окончательно сформировался проект «Святые славянских стран между Востоком и Западом». И в контексте этого проекта мы рассказываем о разных святых Запада и Востока, ну и, конечно же, о святой Людмиле Чешской. Тем более в этом году мы празднуем ее юбилейную дату – 1100-летие со дня мученической смерти. Культуролог и богемист Анна Ланцева на протяжении нескольких лет собирала обширный материал о чешских святых и, прежде всего, о представителях ранней чешской династии Пшемысловичей Людмиле Иваславе. Почерпнутый из латинских легенд и старославянской редакции проложного или синоксарного жития святой, он был переосмыслен в соответствии с современной историко-культурной интерпретацией истории Чехии и нашел отражение в представленных плакатах. Княгиня Людмила в чешской истории, ее мученическая кончина и почитание, святая Людмила в чешском и русском церковном искусстве и, безусловно, важный момент – крещение княгини Людмилы. Этот акт связывает нас, всю нашу историю, вообще славянскую историю с этой святой женщиной, надо сказать, первой святой славянской женщиной, которая применяла крещение по преданию от рук архиепископа Мефодия, архиепископа Моравского. Того Мефодия, который был братом Кирилла Константина, это два святых первоучителя, которые принесли славянам азбуку. И, безусловно, святая Людмила была духовно связана со своим крестным отцом. И многое передала в плане просвещения чехов, просвещения благодаря славянской азбуке, славянскому богослужебному чину. И передала своим потомкам. И, наверное, квинтэссенцией подобной славянской передачи является житие и мученическая смерть святого Вацлава, ее внука, которого она воспитала, и который своей жизнью, своей мученической смертью во многом повторил судьбу своей бабушки. Совместная выставка инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным святой Людмиле Чешской и Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы – часть большого просветительского проекта, который проходит в течение года и посвящен святым славянских стран. Мы встречаемся с историками, культурологами, богословами, которые рассказывают о святых славянских стран, о их почитании в славянских народах и о том, как образы этих святых отразились в культуре. Организаторы проекта планируют провести выставку и конференцию, посвященные святой Людмиле Чешской на территории Людмиленской единоверческой общины в Санкт-Петербурге. Ну а в Центре славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино экспозиция княгиня Людмила Колыбель Чешской святости будет работать до 8 декабря.